Маркеса в трусости глупое, это просто бизнес. И Тимоти Брайли Пакеа, как он думает о этой борьбе? Тимоти Брайли Пакеа, что ты думаешь? Я буду болеть за Пака, и не важно там какие прогнозы делают, я буду верить в то, что он сможет только аутировать и очень ярко выиграть. Ты знаешь, наверное, что Хабиб Алифридеев дерется завтра, твой земляк из России, и что ты думаешь о бой его завтра? И многие говорят о том, что если бы твой бой с ним, объединительный бой случился в России, это был бы большой бой. Что ты думаешь про этот бой? Ну, если честно, как бы на данный момент не очень интересен, он хороший парень, он талантливый парень, но на сегодняшний день еще... Он не сделал, наверное, того, чтобы драться со мной. Я не хочу как бы себя ставить выше, но я все-таки заслужил, наверное, в более больших боев. И Алифридеев еще надо немножко больше сделать, чтобы драться со мной. Он хороший парень, Алифридеев, я его люблю, он хороший боксер. Я не хочу подчеркнуть ниже, но в моей множестве, он не был в этом борьбе, чтобы драться со мной. Я думаю, что он может быть в этом, он будет в этом, что сегодняшний бой. Но я думаю, что он может быть в один или два больших борьбов с хорошими противниками, чтобы мы должны встретиться и драться с другими. Я говорил с Лэри Мерчант, он сказал, что он любит видеть Адриан Бронер борьбе с Сибири и Рокки. Что ты думаешь о его борьбе с Сибири? Лэри Мерчант разговаривал с ним и он сказал, что он бы хотел увидеть тебя с Сибири от Бронера. Что ты думаешь о нем? Было бы тебе это интересно? Да, Бронер очень известный, хороший боксер. Я бы с удовольствием встретился. Я вообще готов, еще раз говорю, встречаться только с лучшими. Я не вру, я отвечаю свои слова всегда. И поэтому я так долго в Рокки не выходил, потому что я именно ждал большого боя. Я все-таки думал, что мы сможем договориться с Маркесом. То есть, что мы сможем все-таки вытянуть на бой, но не получилось. Он говорит, что он хороший борьбе. Адриан Бронер, он известный, он хороший борьбе. И, да, я его борьбе. Я никогда не говорю о том, что я говорю, когда я говорю, что я только хочу борьбе с лучшим. И я думаю, что он один из них. Я обязательно интересен в борьбе с ним. Но я надеюсь, что что-то не произойдет с Маркесом. Если мы сможем сделать этот борьб, я думаю, что это будет возможно. Я думаю, что это будет хороший борьб. Я надеюсь, что это будет хорошо. Он и Мэнни Пакьяо. Он сказал, что в прошлом, он хотел борьбе с Пакьяо. Он все равно чувствует так? Ты с Мэнни Пакьяо тренируешься в одном лагере. Вы дружите. Ты говорил раньше, чтобы ты не хотел с ним встречаться. Все еще у тебя осталось такое же мнение. Ну, знаете, как бы... Я так думал, да. И в какой-то момент я просто решил, что... И раз судьба мне дает такой шанс, зачем отказываться? Зачем отказываться? Тем более, Мэнни сам говорит, что Руслану стоит согласиться. Я так подумал. А почему бы и нет? Это глупо. Когда я сказал нет, я это умею. После того, когда я подумал об этом. И после Мэнни публике сказал, что Руслану предложил этот бой. Он должен получать этот тип денег. Он должен принимать эту шанс. И мне это очень изменилось. Я думал, что если моя жизнь дает мне возможность, почему бы не принимать это? Это просто спорт. Почему бы не принимать эту шанс? Почему бы не принимать эту шанс? Мэнни Мэйвэдер был там. Он пошел к нам. Он получил привет. Он увидел все, что там может быть. Мэйвэдер стоял там. Ты подошел к нему, поздоровался. Вы поздоровались. И думаешь ли ты, что у вас будет встреча? Ну, я думаю, что он даже меня не узнал. Это раз, а вторых. Ну, может быть, когда-нибудь мечтать. Мечтать нужно обязательно. И стремиться к этому. Я стремлюсь. Я бы с удовольствием встретился. Посмотрим, как карта ляжет. Мы говорили «hello» к другим. Но я не уверен, кто я. Но я не знаю, кто я. Но это точно. Это что-то, о чем я надеюсь. И мы увидим, как все играют. Но это точно будет, что я интересен. Если это случилось. И это про фанаты. Скажи, что...